Всем привет! Всем доброе утро! Как ваше настроение? Привет, привет! Здравствуйте всем! Сегодня жара такая... Впереди камера! Уже сейчас время 11.47, на улице 27.5 показывает у меня в машине термометр. Здравствуйте! Давно не было прямых эфиров, да? Уже сто тысяч лет. Не знаю, что-то у меня кризис жанра какой-то был. Как-то мне все не хотелось вообще ничего делать. Какая-то депрессия. Мне кажется, что это от того, что я еще не побывала на море. Я очень люблю ездить на море в августе месяце. А в этом году что-то мне как-то подзадержалась я здесь в России. Здравствуйте! Как ваше настроение сегодня? Да? Такое. Средненькое. Сейчас Маргарита собирается, уезжает уже с семьей. Опять будем вдвоем только я и муж. Дом будет тихо. Все комнаты закрыты. Огромный, большой, пустой дом. И мы вдвоем. Потеряшки. Вам нравятся дагестанцы? Мне кажется, что дагестанцы очень хороший народ. Не знаю, там очень правильные традиции. Уважение к старшим. По отношению к мужчинам, к женщинам. Мне кажется, интересный очень народ хороший. Погода жарко. Ольга беременна? Нет. Стоит ли сохранять брак, если нет детей и физики друг между другом? Конечно, нет. Детей нет, физики нет. К чему дальше идти? Ни к чему. Просто попробуйте. Мне кажется, жизнь заново. Это будет очень интересное и увлекательное путешествие, поверьте мне. Здравствуйте, привет. В Порском не была, да, не была ни разу. Салам из Дагестана. На чьей стороне? На стороне Рапунцель или коллектива? Я думаю, что на стороне коллектива. Да, да, да. Грустно, конечно. Это каждый из вас пройдет, кто еще молод. Когда дети вырастают, когда каждый день у тебя занят, каждую секунду, и потом они вдруг вылетают. И всегда ты никогда не будешь к этому готов. Это всегда происходит очень резко. И поэтому остается такая пустота. Ты не знаешь, чем ее заполнить. Я вот ее заполняю животными, собаками, кошками, огородом, садом. Я не знаю, всем чем угодно. Но это все равно, в конце концов...